Меня зовут Александр Демидов, я работаю в компании 1S Bittrex и второй поток у нас в основном посвящен технологиям вообще в целом и не очень как бы относящимся даже к Bittrex. Сейчас будет понятно, почему я работаю в Bittrex и все-таки выступаю здесь. Сразу, чтобы не было путаницы в терминологии, у нас речь пойдет про фронтенд, который больше относится к веб-серверу, к системному администрированию. Поэтому если кто-то ожидает что-то про клиент-сайт, JavaScript, CSS и так далее, не пугайтесь, я вас заранее предупредил. Я не написал свою должность, в принципе, официально она звучит долго и сложно, но по большому счету я отвечаю за работу различных облачных сервисов, которые есть у компании 1S Bittrex. Года три назад у нас было все прекрасно, не было никаких облачных сервисов, ничем этим заморачиваться не нужно было. Мы выпускали два коробочных продукта, собственно, CMS и корпоративный портал. Они отдавались в виде дистрибутива клиенту, партнеру, тот разворачивал их у себя, дальше что-то делал. И с нашей точки зрения не было никаких сервисов, которые нужно было обеспечивать их отказоустойчивость, работоспособность и тому подобные вещи. Но время шло, все развивалось. И, собственно, маленькая предыстория. Кто будет главным героем нашего повествования? Не сам этот человек. Кто знает, кто это? Молодцы. Это Игорь Сысоев, автор и, собственно, наверное, родитель веб-сервера Nginx, который, компания V3Tech, которая проводит различные исследования веба, доли CMS, доли веб-серверов, тех или иных языков, фреймворков, которые используются, они пятый год подряд признают Nginx веб-сервером года. Он максимально быстро растет. По сути, весь рынок раньше был монополизирован Apache и IS, потом, наверное, практически только Apache, а сейчас практически пополам делят Apache и Nginx, все остальные веб-серверы где-то в длинном хвосте остаются. Типичная картина использования Nginx – это двухуровневая схема конфигурации веб-сервера, когда у нас есть фронтенд на Nginx, бэкенд, например, на Apache или на PHP-FPM, Nginx отдает у нас легкую статику и проксирует запросы к бэкенду. Если кто-то из вас пользуется нашим продуктом, нашей виртуальной машиной, ровно эта схема в нашей виртуальной машине и реализована. И даже если вы не знаете, как это по-умному называется, работает оно именно так. Прелесть Nginx в том, что в качестве бэкенда, который за ним стоит, в принципе может быть не только Apache, который запущен на той же машине, не только веб-сервер, который запущен на соседней машине в той же стойке, но и в принципе любой сервис, который отвечает в общем случае по HTTP или по HTTPS, а может быть даже и по другим протоколам, который может находиться там за океаном и где-то в другом совершенно месте. А Nginx умеет различные запросы, которые к нему проходят, переходят через директивы, прокси, пасы и подобные, проксировать дальше на другие сервисы, получать ответ и как-то его транслировать клиенту. Это в общем, казалось бы, простая функциональность, позволяет реализовать очень много самых разных сервисов. Но с чего мы начинали? Ну, Nginx в целом мы любим, основа наших сервисов это он, но с теми или иными вариациями. Например, даже если вы этого не знаете, но почти все из вас, ну или по крайней мере многие, кто пользуется коробочным core порталом или Bittrex 24, получает пуш-уведомления на свой мобильный телефон. Никто? Или вы просто как должное воспринимаете? Для этого у нас есть отдельный, даже по большому счету буквально один-два раза мы его анонсировали, сервис Cloud Messaging, который принимает сообщения от порталов, складывает их в очередь в сервис Amazon SQS и дальше специальными обработчиками эти сообщения оттуда достаются и уже отправляются на серверы Apple, Google и дальше отправляются вам в виде пушей. Собственно, кто кладет эти сообщения в очередь, это чисто Nginx, без каких-либо дополнительных модулей, на котором реализована некоторая проверка того, что к нему приходит, чтобы прямо явный мусор отфильтровать просто простыми условиями. И дальше просто запросы напрямую проксируются в очередь. Это можно сделать в сервисе SQS очень просто, потому что в Амазоне можно ограничить IP-шники, с которых мы принимаем запросы, мы в явном виде прописываем IP нашего сервиса, который их туда отправляет, и дальше складываем их в очередь. Очень простой сервис, реализован на чистом, на голом Nginx, и все вы по сути им пользуетесь. Следующий сервис. Вот эту картинку многие из вас видели. Это в админке инструмент проверки работоспособности корпоративного портала. Среди разных проверок у него есть маленькая функция, она проверяет, доступен ли портал снаружи из интернета, для того, чтобы могли работать мобильные приложения и тому подобные вещи. Первая идея, как мы хотели это сделать, реализовать эту проверку, ну, собственно, туда передается адрес хоста, на который надо постучаться по HTTP или по HTTPS и отдать ответ, он доступен или недоступен. Тоже все, казалось бы, достаточно просто реализовать на простом, обычном Nginx, но тут оказалось все сложнее, потому что сервис нашей проверки, он должен был всегда выдавать правильный корректный ответ, двухсотый, от бэкенда мы могли получать ошибки, не могли напрямую их проксировать в ответе клиенту, заголовок, не заголовок, сам ответ мы не могли переписать и отдать клиенту. В общем, по-всякому мы бились, хотели реализовать это на голой логике одного лишь Nginx, не получилось, и вот здесь мы применили тот самый там микроскоп, которым забиваем гвозди, собственно, из заголовка презентации, для очень простой функциональности, но надо было реализовать быстро, поэтому самым быстрым решением было поднять бэкент, поднять PHP, написать скрипт в несколько строк, и он дальше всю эту проверку реализовывал, и, ну, очень легко и просто решал нашу задачу. Здесь не было никакого хайлоуда, собственно, этих проверок может максимум приходить, ну, там, несколько запросов в минуту, то есть единичные буквально запросы, и для нас было не страшно, что расход памяти у нас на сервисе повышается, запросы блокирующие, то есть в пике мы не можем больше N определенного количества запросов обработать, но, тем не менее, задачу мы решали, поставив просто к Nginx еще бэкент, достаточно большой и тяжелый. Время шло, многое менялось, у нас стали появляться новые сервисы, которые уже вот так вот напрямую в лоб не решались. Сергей Рыжиков в своем первом докладе упоминал сервис скорость сайтов. С момента появления монитора производительности и того индекса, который он показывал, задача показа комплексной оценки скорости работы сайта стояла, в общем, у нас постоянно. Монитор производительности показывал только серверную производительность, но мы ничего не знали ни про сеть, ни про скорость рендеринга страниц, ни про подобные вещи. Постепенно появлялись инструменты, которые могли бы дать нам нужные метрики, например, Navigation Timing API в JavaScript, с помощью которого можно было бы собрать все те метрики, которые нас интересуют. Время DNS резолва, скорость работы сети, скорость передачи данных, скорость рендеринга страниц. И, в принципе, можно было начинать думать про новый инструмент, который бы показывал комплексную скорость работы сайта. Именно он в итоге и вылился в сервис под названием скорость сайтов. Мы понимали, что одной из ключевых задач этого сервиса будет… Не буду вас больше отвлекать мелькающими собачками. Собственно, саму картинку, как сайт работает, мы можем отдать не в real-time. Мы можем ее показать с отставания в 5 минут, в 10 минут, в 15 минут. Важно показать срез, который происходит на сайте. Но самая важная задача – это очень быстро получить хит от клиента, очень быстро его сохранить. Мы сначала думали, что мы сами не будем делать такой сервис, потому что оценивали, очень много хитов будет приходить. И мы думали, что сохранять всю эту аналитику непосредственно на клиентских сайтах. Потом поняли, что мы этим будем дополнительно нагружать клиентский сайт, что тоже, в общем, будет нехорошо. Получится достаточно тяжелая система аналитики. Поэтому мы решили, что хиты со всеми метриками мы все-таки будем принимать к себе, так или иначе обрабатывать, и потом уже отдавать картинку с гистограммами, с распределениями непосредственно клиенту от своего сервиса. Мы поняли, что если мы выпустим этот модуль на все сайты, которые обновляют лицензию, там десятки тысяч сайтов будут, это, собственно, тысячи запросов в секунду, миллионы хитов в день. На наше счастье, буквально за несколько месяцев до нашей идеи этого сервиса, Amazon, который мы очень любим за то, что он представляет из себя не просто набор виртуалок различной мощности, а они предоставляют много разных сервисов, которые можно использовать как кирпичики у себя внутри инфраструктуры, не думая про какую-то сложную реализацию. Хван представил инструмент под названием Kinesis. Он немножко похож на сервисы очередей, если вы с теми или иными инструментами работали, но немного отличается. Главная его задача – это очень-очень быстро принять любой поток сырых данных. Это могут быть хиты, это могут быть логи, это могут быть все что угодно. Любые сырые данные он может принять. И потом с помощью специальных воркеров вы можете из него эти данные получать, обрабатывать уже не в рилтайме, а проводить нужную вам аналитику и отдавать результат посетителю, пользователю или использовать у себя внутри. Вот главная его задача была – он мог очень быстро принять хит клиента. Но на него напрямую все хиты мы отправить не могли. Это, собственно, самый секретный слайд из доклада. На летней нашей стратегической сессии в Калининграде мы обсудили сервис, вернулись в Москву, и с Сашей Сербулом у нас в переговорке в московском офисе нарисовали эту схемку и придумали, как она, собственно, будет работать. Ну, выглядело все просто и прозрачно и понятно. В Кинезис нам надо сложить хит, воркерами из него данные достать, провести какую-то аналитику в SQL, агрегированную статистику положить в новую SQL, отдать данные клиенту. На схемке все выглядело прекрасно. Nginx у нас принимает запросы и кладет в Кинезис. И вот тут вот все затыкалось, потому что непонятно, как он их туда кладет. Вот тут вот рядом написано PHP, писать какой-то бэкенд, который будет делать какую-то обработку и складывать, сложно, непонятно. Стали вспоминать, какие нам нужны условия. Ну, во-первых, большое количество хитов. Сам Nginx без каких-то дополнительных настроек справится. Должна быть у нас сложная логика проверки идентичности клиентов, которые ходят, потому что впоследствии этот же сервис мы стали использовать и для сервиса рекомендаций, для нашей бигдаты. Нам надо было идентифицировать разных пользователей. Разные браузеры могли по-разному обрабатывать статистику. Кто-то в Аяксе умеет передать данные постом, кто-то не умеет. Поэтому у нас два варианта, два типа счетчиков. Один передает инлайновым гетом, другой передает Аяксовым постом. В Кинезис мы можем передать только постом. Ну и самое сложное. В Кинезис можно передать только, используя механизм авторизации в Amazon Web Services, причем в четвертой версии, который сложный, реально и замороченный. Нужно специальным хитрым образом подписать запрос, несколько уровней вложений, собрать хэш SHA-256, сформировать заголовок, который мы подписываем. В общем, простой логики Nginx на это абсолютно точно не хватило бы. Мы стали рассматривать разные варианты, которые нам могли бы помочь. Чистый Nginx отпал, как я уже сказал, вся логика на нем не реализовывалась. Ставить к нему привычный инструмент, какой-то бэкенд, писать это на PHP или на любом другом языке, получалось сложно, дорого и ресурсоемко. Все запросы у нас получались бы блокирующими. Мы бы обрабатывали какое-то лимитированное количество одновременных соединений. Ну и было бы все это тяжело и сложно. В общем, тысячи хитов, ну конечно, мы могли бы работать, но это была бы дорогая инфраструктура из нескольких серверов, которые принимали бы весь входящий поток данных. Были идеи написать какой-то свой модуль к Nginx, который реализовывал бы всю нашу логику, но я сам точно не взялся бы написать ни C, ни C++, я скорее не знаю, чем знаю. Выделить нам разработчиков, которые реализовывали бы наши запросы, аккуратно это тестировать, ну никто бы нам не позволил. Поэтому эту идею мы отвергли до лучших времен и, скорее всего, до бесконечности. В Nginx есть встроенный перл-модуль, который позволяет ту или иную обработку запросов делать на обычном перле. Но он, во-первых, медленный, все обработки, которые делаются этим модулем во время обработки запроса, они блокируют остальные запросы. Ну и плюс это вот буквально цитаты из документации с сайта Nginx.org, модуль экспериментальный, поэтому возможно все. Это дословная цитата, поэтому мы, в общем, так не могли себе позволить экспериментировать. Эту идею тоже отвергли. Оставался еще один инструмент, про который мы знали, иногда смотрели, но на практике не пробовали, попробовать использовать модуль к Nginx на языке Lua. Кто-нибудь в своих проектах использует? Раз, два, ну буквально единицы мы до этого года тоже никогда не использовали. Почему мы все-таки решили попробовать, поэкспериментировать с ним? Ну, во-первых, просто любопытно было попробовать что-то новое. Когда-нибудь, глядишь, точно пригодится. Во-вторых, Lua реально очень простой. По сути, вы можете писать вставки на неком языке, в чем-то похожем на такой простой JavaScript. По сути, прямо в конфиге Nginx. Для красоты, для удобства это можно выносить в отдельные файлы, но, в принципе, если логика достаточно простая, мы вставляем прямо этот кусок в кусок кода. В определенном локейшене можем запрограммировать какую-то нужную нам логику. Ну, в простейшем виде это, как обычно, Hello Vault или что-то подобное. И это уже работает. Это работает из коробки. Никаких специальных, прям особых навыков для программирования на Lua не нужно. Ну, простота – это, наверное, не единственный плюс, благодаря которому мы его выбрали. Что еще привлекло? Это очень легкий язык. Прямо очень легкий. В какой-то момент я изучал, как обрабатывать в Lua регулярные выражения. Думал, что используется стандартная библиотека по CRE, которая используется в Perle, в PHP. И нашел описание в документации, в котором было написано, что по CRE в Lua мы не используем, потому что весь язык Lua у нас меньше, чем сама эта библиотека для обработки регулярных выражений. Сам он по себе меньше. Он очень легкий, очень простой, при этом достаточно функциональный. Он очень быстрый. Для него есть специальный JIT-компилятор. Проект LuaJIT позволяет вот эти вставки кода компилировать практически в байт-код и очень быстро выполнять. И он очень гибкий. Он позволяет обрабатывать входящий запрос, читать его так или иначе, трансформировать. Он позволяет обрабатывать ответ от бэкенда. Он позволяет переписывать ответ от бэкенда. Он позволяет с запросами делать все, что угодно. Он позволяет быстро делать подзапросы к различным дополнительным сервисам, причем делать их синхронными, но не блокирующими. Вы спокойно принимаете следующие коннекты. Он способен выполнять тот или иной функционал, по сути, на любой фазе работы Nginx. На фазе реврайта, на фазе ответа, когда мы проксируем ответ, получаем ответ, на фазе записи в лог, в любой момент мы можем выполнить тот или иной код, который нам необходим. За это извините, но просто по-другому я не знал, как вам чуть-чуть показать логику, собственно, по которой мы написали авторизацию в тот самый Kinesis. Здесь неполный код. Если кого-то он реально заинтересует, кто-то работает с веб-сервисами Амазона, я либо напишу это отдельной статьей, либо дам свои контакты и пришлю просто конкретный кусок кода уже полный тому, кому потребуется. По сути, что мы делаем? Наверняка кто-то из вас знает вот этот вот URL, BXTAD, который принимает у нас хиты от нашего счетчика, который работает на домене Bittrex.info. Это с реального живого проекта. Мы вот этим фрагментом кода мы умеем принимать, выбираем, что мы обрабатываем, get или post. Если нам пришел post, мы берем тело запроса. Если нам пришел не post, мы берем query string, собственно, из get. И дальше этот query string обнуляем, потому что в Kinesis нам надо будет передать post. Мы подключаем дополнительный модуль крипто, который реализует как раз нужный нам метод SHA-256, к которому мы потом подписываем запрос несколькими вложениями, несколько параметров, формируем нужные заголовки и по сути дальше этот запрос дальше проксируем в Kinesis. Это просто описанная схема, но она работающая, она реально применяется у нас на живом сервисе. Каких-то нюансов остальных, которые в Nginx применяются? Ну, я несколько выписал. Просто количество коннектов, количество запросов, количество воркеров, количество запросов, которые принимает один воркер, важный параметр – это worker rlimit no file. Многие, читая в документации про него, думают, что это обозначает только лимит на количество открытых файлов в Nginx. Но так как с точки зрения системы открытые сокеты будут лимитироваться этим же параметром, если у вас ожидается активный сетевой трафик, обязательно со значением по умолчанию увеличивайте его до каких-то больших значений. 100 тысяч можно поставить, для нас вполне хватает. Здесь мы просто убираем заголовки от самого Kinesis, от Амазона, просто чтобы не светить их и не показывать, что это он, какую-то служебную информацию не передавать. И последний запрос – это мы, независимо от того, что у нас пришло на наш сервис, принимающий хиты get или post, в любом случае мы запрос свой проксируем методом post. Ну, собственно, после этого запускаемся, и плохо у нас все работает, потому что чего-то будет недостаточно. Все равно где-то у нас будут затыки. Из-за чего? Из-за того, что мы у себя в операционной системе все настройки сети оставили по умолчанию. Мы любим и используем CentOS и, как минимум, несколько критичных параметров, которые нужно аккуратно настроить. Ну, чтобы запомнить все эти данные и при рестарте сервера, они у вас всегда подхватывались при загрузке, прописывайте их в файле ksist.tl.conf. Первый параметр – это количество исходящих портов при исходящих соединениях. Они физически лимитированы системой, максимум 65535. По умолчанию задается диапазон, по-моему, от 32 с чем-то тысяч до 64 тысяч на системах с большой высокой нагрузкой. Этого явно может не хватить. Поэтому задавайте максимум портов, начиная с 1024, потому что ниже привилегированные порты, и до максимума. Дальше параметры reuse, recycle – это позволяют вам использовать сокеты в состоянии time-weight. Один параметр позволяет их использовать повторно, второй позволяет их быстрее утилизировать. Это, в общем, первые три настройки. Это во всех мануалах по настройке сети под CentOS, под высокую нагрузку. Вы всегда встретите, но я, тем не менее, посчитал правильным их повторить. Следующий параметр можно ставить поменьше. Это значение времени, сколько у вас сокет находится в состоянии fin-weight 2. Следующий момент, на который вы можете наступить, на который мы наступали. Если вы используете firewall, встроенный в самой системе, никакой не внешний, а через, например, тот же IP-tables его конфигурируете, то вы можете столкнуться с тем, что запросы, которые вы контролируете с помощью этого firewall, пишутся у вас в специальной таблице, размер которых по умолчанию достаточно маленький. Они могут переполниться, и просто пакеты у вас будут дропаться и теряться, и вы будете терять коннекты. Увеличивайте вот это значение, если используете встроенный в систему firewall. Дальше вот это значение – это размер очереди уже самой сетевой карты, сетевого интерфейса, тоже увеличивайте его. Вот это значение для высоконагруженных систем. Вот здесь по умолчанию Soomaxcon 128 – это параметр, но явно разработчики Linux, наверное, не рассчитывали, что это высоконагруженные системы. Это количество коннектов, грубо говоря, размер очереди способны обрабатываться одним сокетом. Здесь по умолчанию 128 на высоконагруженных системах будет очень мало. Увеличивайте, делайте больше, тогда будет все лучше. Последний параметр, он такой спорный, он по умолчанию, по-моему, стоит в единице. Это инструмент для борьбы с синфлудом. Мы посылаем специальные ответы на син-запросы. Если вы не очень это боитесь, можете пропускную способность систему увеличить, если поставить это в ноль. Ну, собственно, после вот этих настройок, уже после настройки сети, что у нас получилось? Это вот с реального сервиса, который обрабатывает вот те самые запросы на Bitrix.info. У нас приходит около тысячи запросов в секунду, при этом нагрузка на систему, здесь не видно, сейчас будет на следующем слайде, вот реально тысяча запросов в секунду, нагрузка на системе load average меньше 1,1, памяти 4 гигабайта, два ядра, которые практически не загружены. Вот четыре инстанции Nginx все это обрабатывают. По-моему, для такой простой легонькой маленькой виртуалки обрабатывать такое количество хитов, это прекрасная картина, все было хорошо до недавнего момента, после вот этого лимита в тысячу хитов в секунду, все, запросы у нас начали срезаться и стало все плохо. У нас в Nginx стали появляться вот подобные ошибки, и количество сокетов, висящих в состоянии таймвейт, у нас дошло до тех самых 65 тысяч, то есть у нас кончились исходящие коннекты на хитах к проксируемому сервису, к кинезису, то есть не на входящих соединениях от клиентов, а на исходящих. Мы перебрали с Сашей за последние дни огромное количество настроек сетевых и в системе в Nginx, пока не поняли, что в общем единственный вариант, то есть можно было решить задачу в лоб. Машина, обрабатывающая тысяча запросов в секунду, это прекрасно, и можно на этом успокоиться, поставить рядом второй сервер. Но дело принципа, если она загружена по минимуму, все-таки выжать из нее по максимуму. А кинезис, к счастью, поддерживает киполайф запросы, и Nginx, начиная с, ну достаточно давно, по-моему, год точно, поддерживает киполайф запросы, проксируемые с клиента на бэкенд. Для этого мы, несмотря на то, что мы проксируем на один единственный хост, мы прописываем его в виде апстрима, это директива Nginx, киполайф директива указывает, сколько соединений к сервису мы будем удерживать в открытом состоянии, и дальше мы проксируем запрос не на сам хост, а на вот этот вот прописанный апстрим. В явном виде указываем, что на бэкенд мы идем по HTTP 1.1, и в явном виде убираем заголовок connection, иначе по умолчанию он будет слать connection close, и несмотря на все наши настройки он будет закрывать соединения, то есть киполайф у нас эффективно работать не будет. Ну, собственно, после всех этих настроек тысячи таймвейтов превратились в сотни таймвейтов, и я подозреваю, ну, я не знаю предел масштабирования вот этой маленькой легкой виртуалки, видимо, она упрется в сетевой интерфейс, я думаю, что еще в несколько раз больше запросов она спокойно, прекрасно обработает. Миша мне показывает, что у меня кончается время, и я минуту про последний сервис. Сергей упоминал то, что мы к Bitrix24 приделали композит, за счет чего он стал быстрее. Нам стало любопытно не просто приделать композит, а сделать его ближе к пользователям, поэтому сам Bitrix24 у нас работает на мощностях Амазона. Российский сегмент работает в дата-центре в Ирландии. Мы недавно подняли специальный балансировщик на российском сервере, на котором мы реализовали, во-первых, все кэширование композитных хитов, во-вторых, собственно, мы по максимуму приблизили его к клиенту. Клиент устанавливает быстро SSL-соединение с сервером, который к нему максимально близко. Мы на этом выигрывали разные замеры, мы делали из разных точек сети до 200 миллисекунд только на установлении SSL-хита. Мы держим кипы live по SSL к веб-серверам, за счет чего коннекты получаются быстрые. И весь композитный кэш мы очень быстро отдаем клиенту из ближайшей к нему точки. Собственно, для клиентов включен спиди протокол, что позволяет ускорить обмен с данными. На бэкенде, как я уже сказал, включен SSL-кипы live. Кэшируем статику общую для всех. Зачем здесь лу нужен в этой конфигурации? Мы реализовали достаточно хитрую схему. Дальше покажу. Если у нас приходит хит к статике, все просто. Мы запрашиваем ее с бэкенда, кэшируем у себя, отдаем всегда из кэша. Если мы запрашиваем хит, который отдает нам заголовок, что это композитный кэш, мы его кэшируем у себя и при следующих запросах отдаем его быстро клиенту. Если у нас идет композитный аякс, который возвращает заголовок, что это композитный аякс, но кэш изменился, по этому хиту мы сбрасываем весь кэш композита на акселераторе для конкретного клиента. Это можно было сделать двумя путями. Первое. Есть нужный нам функционал в коммерческой подписке в Nginx+, но хотелось сделать все проще и элегантнее. Мы взяли луо. Как хранятся файлы кэша в Nginx, это все понятно, описано, документировано. Получив этот заголовок, мы высчитываем нужные пути прямо на файловой системе к файлам кэша. И просто банально через функцию OS Remove из луо мы файл кэша сбрасываем. Вот этот очень маленький простой функционал позволяет нам кэшировать композит не на самом веб-сервере, а собственно на совершенно отдельном сервере, который стоит максимально близко к клиенту и отдает его весь контент максимально быстро посетителю. По сути, я практически закончил веб-сервер, который является обработчиком всех хитов для скорости сайтов, сейчас принимает примерно 55 миллионов хитов в сутки. Балансировщик для российского сегмента Bitrix24, так совпало, но тоже около 55 миллионов хитов в сутки. Это все обрабатывается, по сути, в одном случае одним сервером и в другом случае одним сервером. Соответственно, если рассматривать какие-то новые инструменты, не бояться их применять, не бояться изучать что-то новое, то по сути всю логику можно реализовать на фронтенде, сделать ее легкой, простой. Вы на этом, во-первых, прокачаете свои скиллы, свои какие-то навыки в новых вещах, во-вторых, сэкономите банально на инфраструктуре, где вы могли бы использовать 2, 3, 5 серверов, вы используете один. Спасибо вам за внимание, я с удовольствием отвечу, наверное, буквально на 1-2 вопроса по времени. Спасибо, Саш. Мне понравилось про свинок, это, честно, единственное, что я понял. Я надеюсь, у вас совсем по-другому есть вопросы. А про собачек? Ну, про свинок больше. Хорошо. Если все это работает на одном сервере, то как же резервирование, если он упадет? Там резервирование сделано хитрее, я могу отдельно рассказать. Оно все зарезервировано. То есть оно не… Это упрощенная схема, как Саша любит говорить. Это цифры, сколько способен один сервер обрабатывать. Оно реально зарезервировано, оно не работает просто на одном сервере. Есть еще что-нибудь? Да, ну спасибо. А, есть. Где в России сервер? Ну ты же можешь отрезолвить. Оно в селектеле. Можешь улицу сказать просто. Цветочная. Да, улица цветочная. По-моему, 12. Там не критично. А вот рядом с ним. Я рано переехал в Петербурге. Если что, я битрик с Петербург. Рядом прямо с офисом Петербурга так оказалось, что стоит… Коллеги, еще раз спасибо. Если будут более конкретные вопросы, которые хотите не в общем, а в кулуарах, пожалуйста, подходите. Я весь день здесь. Спасибо. Спасибо. Отдать код или спросить или помочь. Да, ура. Спасибо.